Альфа-родители. Альфа – это первая буква в греческом алфавите и знак доминирования, когда четко определяется, что или кто влияет на остальных. С другой стороны, альфа – это и большая ответственность. Родители всегда поступают из побуждения, заботы и любви по отношению к ребенку. В этом они твердо убеждены. Но далеко не все методы воспитания идут на пользу малышу. Родители альфы отличаются от всех других именно своим подходом во взаимодействии с ребенком. Понимая, что они – примеры копирка, занимаются самосовершенствованием, всю жизнь ищут предпосылки и объяснения поведения ребенка. Не вовне, а в себе и своих прошлых поступках всегда доступны для общения, находятся на расстоянии, вытянутой руки принимают. Ребенка, таким каков он есть, без цели глобально его перекроить на свой вкус, словом и делом показывают его важность и значимость. Разрешает малышу насладиться детством и прожить все этапы взросления, поощряет его инициативу в познании мира без вреда для Здоровье и угрозы жизни знают о невидимой нити привязанности между ними и ребенком, не рвут и стараются не дергать ее осознанны. Выбор и подходов воспитания в каждой конкретной ситуации помогают ребенку раскрыться и реализовать свой потенциал, а не стать Удобным винтиком социума иногда нарушают свои же правила даже наказывая чувствовать любовь в сердце по отношению к ребенку. Выбирая тактику своего поведения придерживаются основного принципа «время, место, обстоятельства». Например, для ребенка естественно расти без подгузников и с минимумом одежды. Но если вы живете в местности, где бывает зима и в квартире часто холодно, то без них и теплого костюма не обойтись позволяют себе быть с детьми естественными, без игнорирования и зажимов своих негативных эмоций, уверены, что многое можно делать с ребенком. А не без него, говоря простыми словами, альфа-родители практикуют домашние роды грудной вскармливания до самоотлучения. Реагирование на любой писк, крохи, ношение его на руках, совместный сон с крохой, слинги, эрго-рюкзаки, хипсиды, воспитание. Дома, а не в детском саду, домашнее обучение, вместо первых классов, школы, жизнь без олививок, постоянный эмоциональный контакт. С ребенком терпение, принятие, прощение, любовь, а каждый день следует отметить, что здоровое родительское доминирование Это не фанатичное исполнение предписания теории, а разумный подход и возможность отклонения от ее постелатов. Альфа-родительство в основе теории альфа-доминирования лежат эмоциональный контакт с ребенком, его привязанность к родителям признания заложенного. В ребенке потенциал условно разделен подходы воспитания на две группы, рукотворные и природные. Первые, скульпторы, беспощадно орудует рубанком и молотком, очекая все лишнее и неудобное в поведении личности ребенка. Ранее развитие, специальные сады и школы, тренировки, репетиции, соревнования, олимпийские медали. И депрессии, психологические расстройства, одиночество в человеческом обществе как наиболее вероятные сценарии в будущем. Вторые, слоники, поддерживают, мягко направляют, радуются и проводят много времени вместе. Любят гулять по принципу хвостик-хобот-хвостик, когда малыш идет посередине между родителями. Стойкость к испытаниям, эмоциональная зрелость, сохранение индивидуальности и вкуса жизни станут наиболее вероятными спутниками в будущем ребенка. Этими слониками являются альфа-родители. Но во всем должна присутствовать мера без фанатичных перегибов. Альфы тоже рожают в роддомах, отдают малышей в садики, школы, спортсекции, мус-школы. Отправляют к бабушкам на каникулы, приглашают репетиторов. Время, место, обстоятельства – это тот принцип, которым они стараются руководствоваться в своей жизни, даже если вам кажется сказкой. Такой подход. Задумайтесь на мгновение, что есть и другие сценарии воспитания. Возможно, именно в этот момент вы сможете разрешить возникшую проблему или разногласия со своим ребенком, посмотрев на ситуацию его глазами альфы-родительства и теории о привязанности. Древние ведические писания гласят, что с момента появления на свет ребенок привязывается к тому, кого первому увидел в течение первого года жизни малыша, заботясь о нем и находясь максимум времени рядом, мы формируем эту невидимую нить привязанности. Благодаря ей будет происходить его воспитание в будущем в головном мозге ребенка есть зона, отвечающая за формирование и работу привязанности к родителям или воспитывающим его взрослым. Если появляется угроза ее разрыва, в его мозг поступает нервный импульс и ребенок начинает плакать, капризничать, вести себя раздражающе. Для взрослых аллегорически это похоже на выталкивание птенцов из гнезда птицами и родителями. При этом первый изо всех сил когтями и клювиками цепляется за последних тайм-ауты, временное молчание, стояние в углу одинокое. Нахождение в закрытой комнате как методы привычной модели воспитания ребенка воспринимается им как угроза разрыва привязанности с дорогими взрослыми результаты повышенная тревожность отсутствия позыва к эмоциональным проявлениям слепота по отношению к источнику раздражения и эмоциональное бегство от тех, кому был привязан, то есть психика ребенка пошагово реализует стратегию «Не проявляю, не вижу, не чувствую», чтобы защитить его от чрезмерной нагрузки гибели. Альфа-родители знают о важности привязанности для ребенка. Потому осознанно выбирают такие методы воспитания, которые не угрожают ее разрывам и потере контакта с ним в будущем. Альфа-родительство – взгляд ученых. Английский ученый Баулды впервые обратил внимание на проблемных детей-беспризорников послевоенного периода. Он установил связь между их поведением, психологическим состоянием, реализацией и отсутствием родительских опек и любви во время взросления и его наработки стали основой в научных изысках канадского доктора психологии Ба. Ньюфелда. Он впоследствии стал родоначальником теории альфа-родительства, которая широко распространяется с конца прошлого столетия. В середине 20 века Гарри Харлоу и через 10 лет после него Мэри и Инсворд провели практические эксперименты, подтверждающие теорию привязанности у малышей Г. Харлоу наблюдал за поведением детей-обезьянок Резус, отняв их от матери и заменив ее чучелами одной с проволоки, второй покрыта шерстью. Он заметил, что малыши больше проводят времени с мягкой мамой, прижимаются к ней, обнимаются. То есть для них важно теплое прикосновение М. Инсворд исследовала взаимоотношения настоящих мам с крошками. Первый год жизни она с помощниками наблюдала за их бытом, поведением матерей, их реакцией на плач и дискомфорт ребенка. Потом все испытуемые были помещены в пустую комнату, а эксперимент получил название «Незнакомая ситуация». Суть – отделить на время детей от мам, потом вернуть их и зафиксировать поведение малышей. Инсворд обнаружила три группы детей. Сильно привязанной и малопривязанной без привязанности. Первая группа – это малыши, мамы которых всегда откликались на любой их плач. Третья – которые их игнорировали. Вторая – были непоследовательны в проявлении заботы и успокаивающих объятий. Интересно, что к феномену работы привязанности пришли ученые разных областей науки, психологии, поведения, этологии и психоанализа. То есть еще Зай Фрейд строил свои теории на факте привязанности ребенка к взрослому. Хотя у теории альфа-родительства есть и противники среди бихевиаристов и приверженцев других школ воспитания, например китайской. Японской. Продолжение следует.